Всего 10%. Именно настолько, по оценкам ученых, изучен мозг человека. У животных все устроено проще и изучено куда лучше. Например, у мыши около 70 миллионов нейронов, а у человека от 13 до 18 миллиардов. Понять их работу важно для развития медицины. Например, мы знаем анестетики. Идем к зубному, нам колет анестетик. Но он вызывает множество других заболеваний, связанных с сердцем и с другим. Надо приклеить к этому анестетику, скажем так, какую-то молекулу, чтобы она действовала только на нерв. Кроме работы мозга, сейчас активно изучают культуру клеток высших растений, то есть тех, которые имеют сложную организацию. Например, вот это экспланты, маленькие кусочки растений. Их используют для получения вот такой биомассы. А дальше для создания биологически активных добавок или для восстановления редких видов растений. Медицина, косметическая и пищевая промышленность. Эти сферы напрямую связаны с культурой клеток высших растений. Но это только теория. А вот приложить руку к практической науке можно в лабораториях зарядья. На мастер-классах необычные практики. Например, здесь рассказывают, как пить воду из лужи. Она проходит три этапа очистки. Добавляют специальные химические вещества, коагулянты, фильтруют, обеззараживают. И из вот такой, не самой привлекательной жидкости, получается чистая вода. Ее можно даже выпить. После промышленного использования воду тоже нужно очищать. Но проще. Хватает качественной механической и химической очистки, коагуляции. Так как у нас в природе суперчистого источника воды нет, мы берем ее скорее из рек, из озер, из каких-либо подземных ключей источников. И для того, чтобы ее использовать, например, для бытовых нужд, ее действительно необходимо очищать. Таким способом можно очищать и после промышленного использования. В воде, кроме мелких частиц песка, много микробов, как опасных, так и безвредных для человека. Профессиональный микроскоп теперь не единственный способ увидеть микроорганизмы. На стольной игре от кафедры микробиологии МГУ фишки сделаны в форме реально существующих микробов. Здесь можно узнать, где они обитают. В пустыне или, например, в кишечнике животных. Кстати, кажется, сейчас мой ход. Узнать строение микроорганизмов. На практике разобраться с процессом очистки воды и даже вырастить водоросли. И это за пару часов зарядья. Так, возможно, и мозг разовьется. Больше, чем на 10%. Екатерина Полевик, Николай Васильев, Маховая, 9.